Максим Ступченко психологом работает 6 лет и всё это время активно занимается творчеством. Говорит, задача психолога – привести клиента к результату. И хотя идут они к нему рука об руку, результат занятий принадлежит только клиенту, ведь это его внутренняя работа. А психологу приходится трансформировать энергию в творчество. Мы не можем претендовать на то, что человек сам сделал для себя. У некоторых, включая меня, есть какая-то потребность в том, чтобы можно было результат руками материально пощупать. И в этом плане я для себя нахожу такой выход в какой-то творческой деятельности. Первым материалом, с которым начал работать Максим, было дерево. Этому его обучил отец. Сейчас в коллекции психолога множество поделок из дерева. К примеру, вот такая дубовая шкатулка. Затем друг подарил ему кожаный портфель, который шил своими руками. Максим тоже решил попробовать себя в кожевинном деле – сшил мяч. Стараюсь сильно не задумываться насчет того, с чем мне работать в плане творчества. Потому что здесь очень много может быть сопротивления какого-то внутреннего. Часто у людей так бывает, когда он думает, вот бы кожевным делом заняться и чего-то из кожи бы делать. Потом думает, ну это мне надо инструмент купить, ну это мне надо кожу купить. И здесь уже много сопротивления, человек перестает этим заниматься. Мой товарищ сказал про то, что инфракрасное излучение – это прикольная, полезная штука. Я подумал, классно, типа, хочу, чтобы у меня здесь свечки стояли. Клиент приходит, терапия, как бы я могу где-то свечки поставить. Они просто стоят так, и освещение дают, и комфортно, уютно становится. Я хотел это сделать для себя, и как бы я сделал. Супруга Максима Анастасия тоже психолог. Рассказывает, мужа в творческих поисках поддерживает, хотя сама предпочитает чтение. Я не очень люблю что-то делать, а Максим обожает именно делать что-то руками, быть в процессе. А я очень люблю читать, я очень люблю книги. И чаще всего наши коллаборации выглядят примерно таким образом, что я читаю какую-то книгу очень интересную, а Максим в это время что-то делает. Специалисты советуют после рабочего дня обязательно уделить немного внимания себе. А если нет хобби, найти его. Можно попробовать первое, что пришло в голову. Когда-то могло сформироваться о себе какое-то мнение, что спорт – это не ваше, или творчество – это тоже не ваше. Но все в этом мире меняется. Мир меняется, и мы меняемся. И в этом плане, если вы почувствуете какой-то внутренний импульс новый, что вдруг хочется сходить на йогу, или вдруг хочется сходить на спорт, или в бассейн, или еще куда-то, почему бы не пойти за ним? Это же очень много отдачи и какого-то ресурсного состояния нам дает, когда мы идем за своим желанием. Вы поработали, вы потрудились, вы устали. Круто, теперь можно еще так же классно и отдохнуть. Но в поисках увлечения важно прислушиваться к себе, а не следовать советам друзей. Если вы понимаете, что сил заниматься спортом нет, не нужно себя заставлять. Есть такие мифы о том, что сходи на выставку, сходи на танцы, сходи в бассейн, сходи на массаж. Но это настолько универсальные вещи, они не работают для каждого из нас. И когда мы слышим от человека, что больше импульса что-то не делать, чем делать, то тогда, наверное, это о том, что уже где-то внутри сильно по донышку шкарябает. У нас есть утомление, а есть истощение. И вот утомление – это когда у нас топливо еще осталось, и мы можем что-то поделать. А истощение – это когда уже топлива нет, и мы можем единственное, как восстановиться, это просто лежать и смотреть сериал. Но для хобби тоже нужны внутренние ресурсы. Если вам ничего не хочется, и это ваше постоянное состояние, подумайте, что съедает ваши силы. Эту причину нужно исключить – уволиться с нелюбимой работы или разорвать разрушающие вас отношения. Сейчас у Максима и Анастасии новая мечта. Они хотят построить собственный дом, но не из кирпичей и газоблоков. Им хочется, чтобы он был плавной, обтекаемой формы. И это дерево – что-то вроде проба пера. В основе его гибкий металлический каркас, а сверху цемент. Виктория Шары, Игорь Казановский. События. Игорь Казановский. Продолжение следует...